Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем нашу рубрику «Политэкономика для всех» с Валентином Катасоновым. В сегодняшней программе мы поговорим о других аспектах экономической жизни, которые можно подчеркнуть не из интернета, а из книг. И у нас такой писатель есть в студии, вы его хорошо знаете, это Валентин Юрьевич Катасонов. И, собственно, сегодня мы поговорим о двух книгах, которые так или иначе касаются и экономики, и политики. Одна из них называется «Диктатура банкократии». Вот эта книга. Вроде политика, банкократия, тип политической власти. И вторая книга «На злобу дня. Украина. Экономика смуты». Деньги на крови. Да, деньги на крови. То есть, тема более чем актуальная. Как делаются деньги на войне. Ну, давайте, Валентин Юрьевич, начнем все-таки с диктатуры банкократии. Как противостоять финансовой кабале. Вот в прошлой передаче мы с вами говорили о том, что казначейские обязательства – это такая цепь рабства, которая держит многие страны и вынуждает их сбрасывать капитал в Соединенные Штаты Америки, поддерживать их экономику. Прежде всего, государственные расходы. Но вот помимо этой цепи существуют ведь и другие механизмы. И вот здесь вы пытаетесь о них говорить. Что это за механизмы, которые являются вот этой финансовой кабалой? Ну, вы знаете, вот эта система финансовой кабалы или банкократии, она выстраивалась в течение столетий. Понемножечку. Невидимо. Понимаете? И поэтому люди как-то не замечали, что, грубо говоря, кольцо все более сужается, сужает, сужается. Поэтому современному человеку даже сразу сложно объяснить, как выстраивалась эта система, какие элементы этой системы. Ну, понятно, что эта система построена, прежде всего, на кредите. И деньги сегодня – это кредитные деньги. Вот в любом учебнике написано, бывает два типа денег. Товарные деньги. Классический пример товарных денег – это золото, золотые деньги и кредитные деньги. Кредитные деньги, они выдаются в виде кредитов, они, собственно, рождаются как кредит. Безусловно, что кредит может быть обеспеченным, не очень обеспеченным, или обеспеченным бумагами. На сегодняшний день практически все деньги кредитные. Кредитные. Это очень важный момент. Это очень важный момент, потому что мы говорим «деньги». Деньги тоже бывают разного качества. Мы их обычно называем «деньги, деньги, деньги», но любой, даже не подкованный экономический человек, знает, что есть деньги наличные и деньги безналичные или депозитные. Наличные деньги – это вот те деньги, которые являются законным платежным средством. Откройте Конституцию Российской Федерации, и там прямо написано, что Центральный банк выпускает деньги, рубли – это и есть законные платежные средства. Но ничего не сказано относительно депозитных или безналичных денег. И в этом смысле Россия не является каким-то исключением. Ни в одной стране, мне неизвестна хотя бы одна страна, где бы было сказано, что депозитные деньги – это тоже законные платежные средства. В результате мы живем в каком-то фантасмагорическом мире, когда, значит, человека могут посадить на много лет или даже пожизненно за фальшивомонетничество. И в то же время, значит, Центральные банки у нас считаются уважаемыми институтами, банкиры – это элита общества, но они же фальшивомонетчики. Ну, в очень специальной литературе написано, что, значит, этот феномен называется неполным покрытием обязательств банков. Очень культурно, иногда даже в учебнике это попадает… Норма резервирования. Да, норма резервирования. Грубо говоря, по одну денежную единицу законного платежного средства можно создать из воздуха 10 безналичных денежных единиц. И они не являются легальными. А это порождает очень серьёзные последствия. Они порождают безответственность, они порождают вседозволенность, они позволяют вот этой криминальной системе воспроизводиться. Вот в этой книге вы пишете «Оргпреступность финансово-банковского мира» и в том числе раскрываете тему вывода капитала из России. Ну, эта тема, она более-менее понятна, проблем вывода капитала. А вот устройство денежной системы, оно почему-то даже некоторым докторам экономических наук непонятно. Я вот уже бьюсь несколько лет для того, чтобы объяснить на пальцах буквально, без использования специальной терминологии, как устроена эта система. Она, прежде всего, устроена таким образом, что она продуцирует деньги из воздуха. И некоторые банкиры, когда их сильно прижимают, в угол загоняют, ну, у нас тоже такие есть, они начинают резать правду матку. Они прямо говорят «Да, мы делали деньги из воздуха». Ну, современный обыватель как-то в шоке от этих заявлений. А главное, что через некоторое время шок проходит, и они опять мне задают вопрос «Валентин Юрьевич, а в какой банк положить деньги лучше?» Ну, поймите, что деньги на депозите – это всё равно, что деньги на проезжей части дороги. И тот же самый, скажем, банкир Александр Лебедев. Да, он упоминается в этой книге. Да, 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 совершенно верно. Он сделал прекрасный ролик, который, по-моему, так и называется «Коррупция банковского мира». Он прямо говорит, что ему лично неизвестно ни одно нормальное рыночное банкротство банк. Банкротство – это способ, грубо говоря, захапать деньги и вывести их в безопасные зоны. Ну, тогда получается так. Вот вы неоднократно говорили, что экономика – это не наука. Не наука. Значит, вы доктор ненаучных наук. Нет, я могу сказать, что есть интересные… Но вернёмся, значит, получается, что эта организованная преступная группировка, в которую себя включает банкиров, прежде всего, она является тем бенефициаром и приобретателем прибыли с деятельности социума. То есть, собственно, именно банкиры являются конечными выгодоприобретателями от деятельности промышленников, предприятий. То есть, в старой марксовой схеме нас учили, что промышленник – это вот такой злой, нехороший, а банкиры, как бы в теории капитал Карла Маркса и большевиков, они как-то были завуалированы. Не, они упоминались, конечно. Нет, конечно, три формы капитала. Да, 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 это всё было. Но всё-таки главным мироедным рассматривался промышленник. Тем более, что у работника был прямой контакт с работодателем, поэтому он не видел этих абстрактных банкиров, которые где-то были далеко. Понятно. Но тогда, получается, вот из вашей книги вытекает, что главным, скажем так, нахлебником на теле социума являются даже не промышленники, предприниматели. Они вообще не капиталисты. Они вообще не капиталисты, это мифология. А главные являются банкиры. Единственным, да, я даже в одной из книг пишу, что это квазикапиталист, это квазикапитал. Денежный капитал, он действительно является капиталом, и Марксу и надо было писать именно об этом капитале. О нём там написано очень скупо. Очень скупо написано. А скупо, потому что есть серьёзные подозрения. То есть вы тут восполняете то, что не дописал Маркс? Ну, в этой книжке я уже на эту тему не пишу, у меня были предыдущие книжки. Наверное, некоторые зрители и слушатели знают, что была такая книга «Капитализм». Более тысячи страниц книга имела под заголовок «История, идеология денежной цивилизации». Вот там я подробно вот эти хитрости Маркса разложил, как говорится, по косточкам. Так, Валентин Юрьевич, ну вот вы замечательно здесь с таблицами, с цифрами показали, как это всё происходит. Но это, скажем так, диагноз болезни. А вот какие рецепты? Всё-таки вот в предыдущих передачах мы с вами разговаривали о том, что финансовая сфера должна быть собственностью государства. Значит, полностью национализирован финансовый оборот, и судный процент должен также присваиваться государствам. Что это, в общем-то, единственное решение. Но вы понимаете, что это даже покруче, чем Октябрьская революция? Ну, собственно говоря, если вспоминать некоторые документы Ленина, те же апрельские тейсы, он причислял, что надо захватить. Вокзалы, телеграф и государственный банк. Понятно, что революционеры, прежде всего, должны были овладеть эмиссионным центром. Поэтому я тут даже и нашим политикам из Государственной Думы говорю, что вы пока имитируете политическую деятельность. Вы всерьёз пока не объясняете ни себе, ни своим товарищам по партии, ни народу, как вы собираетесь, собственно говоря, решать этот главный вопрос Центрального банка. Кому он принадлежит? Да, да, да. Побаиваются, побаиваются наши народные избранники касаться этой темы. Ведь они все завязаны на деньги, а Центробанк может их произвести в неограниченном количестве и дать любому банку, который может как-то испортить жизнь депутату. То есть, получается, финансовые власти у нас главнее Кремля? Конечно, конечно. То есть, Набиулина в табеле о рангах обязательности? Ну, она executive, она, грубо говоря, не принимает никаких решений. А кто принимает? Принимают? Ну, вообще-то говоря, я уже тут не являюсь уникумом, когда говорю о том, что Центральный банк Российской Федерации – это филиал Федеральной резервной системы. Как-то сейчас этот тезис стал очень популярным среди, будем так говорить, таких оппозиционных экономистов. Поэтому я как бы вот и вам объясняю. Валентин Юрьевич, ну, получается, парадоксальная ситуация. Если наш Центробанк управляется Федеральной резервной системой, этой же Федеральной резервной системой управляются те же Соединённые Штаты Америки, по большому счёту. Соединённые Штаты Америки – это географическое понятие. Управляется Федеральная резервная система несколькими акционерами, которые являются… Которые управляют США в том числе, президентом Обамы, рулят за счёт бюджетных рычагов. Но, получается, тогда мы видим, что это некий кукловод, у которого на разных пальцах или на разных руках разные куклы, и он разыгрывает перед людьми некий такой спектакль. Конечно. И я вот в своих книгах как раз и объясняю, каков сценарий этого спектакля, какие техники этого спектакля. А главное, какова цель? Цель? Цель очень простая. Недаром наша передача называется «Политическая экономика». Политическая. Да. Цель очень простая. Власть. Причём не какая-то локальная власть, а мировая власть. Власть над миром. То есть мировое правительство? Ну, мировое правительство, как некий институт этой мировой власти. Но тут вы сразу выходите на книгу Куллимана «Комитет 300», в которой он описывал 300 семей, которые фактически являются главными на нашей планете. Ну, вы знаете, Куллиман не первый. Не первый. Просто его книга растерозирована. И слава богу, что люди читают Куллимана. До Куллимана на протяжении многих веков примерно об этом же писали и другие люди. Другое дело, что они всегда были услышаны. Ну, начиналось с тамплиеров ещё, ведь. В Священном Писании всё написано. В апокалипсисе, если внимательно читать, там эти вещи просматриваются. Я хочу сказать, что ведь акционеры Федеральной резервной системы – это люди религиозные. Они живут по определённым своим канонам. И им очень удобно, что мир атеистичен, и многих вещей он просто не видит и не понимает. У них свои каноны. Ну, вот вы сказали, главная цель – власть. Но власть для чего? Они хотят реализовать какие-то проекты? Они хотят что-то создать, новый мир, лучший мир? Ну, давайте опять-таки вспомним. Или просто консервируют статус-кво? Кто-то, может быть, примерно мыслит такими категориями, как вы сказали. А кто-то мыслит очень конкретными религиозными категориями. Мы должны расчистить путь к Машеаху, тому самому лже-мессии, о котором написано в Священном Писании. Да, да, да. Мы должны всё-таки немножко видеть это третье измерение – религиозно-духовное измерение финансового мира. Без этого для нас это будет китайская грамота. То есть вы хотите сказать, что за всеми этими войнами, финансовыми движениями, санкциями стоит какой-то религиозный замысел? Конечно. Вся мировая история – это борьба дворца, бога и дьявола. Естественно, что эти акционеры Федеральной резервной системы как раз являются слугами. Так что в этом смысле я понимаю, что я, наверное, очень звучу ненаучно, неортодоксально. И даже как-то вот так вот реакционно, но, извините, так мыслили и так понимали мир наши предки, я тоже так его понимаю. Нет, я понимаю, допустим, как цель – это сохранение статус-кво, когда узкая группа просто контролирует все ресурсы, все возможности. Понятно, это мы сейчас обсуждаем парадигму в двухмерном измерении, в измерении материального мира. Еще раз повторяю, что мир имеет еще одно измерение – духовное, религиозное. Хорошо, Машеах не пришел. Дальше что? Что они с этим будут делать? Он придет. Это и мы, христиане, понимаем, и они прекрасно понимают. Но относимся к этому медицинскому факту по-разному. Ну, тут мне трудно с вами, конечно, спорить, потому что я в вашем понятии нахожусь в двухмерной системе координат. Вы знаете, есть одна такая болезнь, она достаточно редкая. Значит, человек не чувствует объемности мира. У него мир плоский. Вот такие люди, им рекомендуется быть особенно осторожными, потому что они либо в стенку лбом вшибаются, либо куда-то проваливаются. Но вы понимаете мой намек. Современный человек лишен вот этого ощущения духовного измерения мира, естественно, что он провалится во все ямы и бьет лоб обо все грабли, какие только можно. Нет, я отлично понимаю, что религиозное наследие – это часть культурно-исторического наследия. Это часть нашей жизни, это часть нашего бытия, а не какой-то, извините, музей каких-то ветхих вещей. Понимаете? Это принципиальный такой вопрос. Ну, тут трудно мне с вами спорить, потому что действительно я в двух измерениях. Но я в последнее время пишу как раз про третье измерение, и многие вещи приходят на свое место, как говорится. Потому что мы не увидим многих вещей в двухмерном измерении. Не увидим просто. Ну, я готов создать и двухмерное измерение. Да, ну вот в завершении обсуждения этой книги вы рассматриваете еще тут и европейские финансы как подчиненную угнетенную систему, не самодостаточную. Значит, то, что они находятся под неким таким домокловым мечом, и в любой момент могут быть обрушены федеральные резервные системы. Так ли это? Ведь экономики таких стран, как Германия, Франция, Италия, Испания, они достаточно сильны. Это миф, что они сильны. Но они производят реальный продукт, а не виртуальный продукт, услуги финансовые. Знаете, я вообще не верю в эту статистику вала внутреннего продукта. Если взять, скажем, статистику США, конечно, они рекордсмены в плане фальсификации статистики. То вала внутреннего продукта Соединенных Штатов на реальный сектор приходится, ну, не больше четверти. А три четверти – это пена. Это как пиво, да. Пиво должно иметь определенный процент пены. Ну, когда, извините, 75% пены. В Европе, конечно, пропорция немножко иная. Но я думаю, что 50 на 50 уж точно. 50 на 50 точно. И вообще, серьезные экономисты сегодня, они меряют экономику не долларами, не евро, не валом внутренним продуктом. Они используют физические показатели. Но тогда по физическому показателю Китай вообще вне конкуренции? Да, если действительно рассматривать вот эти физические показатели, то Китай, конечно, обошел и Соединенные Штаты, и Европу. Я вот использую такие показатели, как потребление электроэнергии, или, скажем, грузовые перевозки железнодорожные, и не только железнодорожные. И я здесь не оригинал, это еще меня в институте учили старшие товарищи, что особенно в тяжелые моменты истории, когда начинается инфляция, стоимостные показатели, они становятся совершенно излишними. Они ничего нам не показывают. Тогда просто говорили об инфляции, а сейчас, извините, просто налажено производство пены. Хорошо. Вот, продолжая про эту книгу, значит, вы признаете, что Китай, он по основным физическим показателям на первом месте. В то же время мы знаем, что финансовая система Китая, она принадлежит государству. По крайней мере, 97% денежного оборота, я не беру в расчет Гонконг, Макао, там еще несколько, значит, таких экстерриториальных образований, значит, они находятся под жестким контролем КПК. И, собственно, процент, судный процент там присваивает себе государство. То есть, значит, Китай не находится под диктатурой банкократии? Да, безусловно. Денежно-кредитная система Китая, она достаточно автономна, достаточно самостоятельна. Она отличается от российской, от европейской, от американской денежно-кредитных систем. Но, будем так говорить, сейчас эта система находится в очень неустойчивом положении. В очень неустойчивом положении. В ближайшее время, судя по всему, она будет куда-то эволюционировать. Но, может, ей удобно будет опереться на нашу, если мы хотим выйти из-под западного протектората финансово-экономического? Ну, речь-то идет о том, что, конечно, сегодня уже дух либерализма витает в денежно-кредитной системе Китая. Я не буду сейчас деталей говорить. Процесс пошел. Процесс пошел. Сегодня, будем так говорить, в партийной верхушке, в партийно-государственной верхушке Китая идет раздрай. Он не афишируется. Пленумы проходят в закрытом режиме. Я отслеживаю то, что попадает все-таки в средства массовой информации. Там два фланга, две партии. Одна партия хочет назад, понимая, что впереди что-то такое неопределенное и страшное. Я могу сказать в двух словах, почему неопределенное и страшное. Потому что процесс глобализации закончился. Китай действует по принципу велосипеда. Ему надо обязательно двигаться вперед. А движения вперед уже нет. Вы меня спросите, а почему Китаю надо двигаться вперед? А это любой экономике, которая попала в этот мир денежно-кредитных денег, они вынуждены двигаться вперед. Давайте я немножко объясню, почему действует принцип велосипеда в современной экономике. Потому что в экономике всегда не хватает денег. По-моему, мы даже об этом говорили. Но я повторюсь. Не хватает денег, потому что деньги создают долг. Не хватает денег в том смысле, что денежная масса всегда отстает от объема денежных обязательств на величину процента. Поэтому действует вот этот принцип велосипеда. Необходимо еще что-то продать. Необходимо еще что-то сгенерировать для того, чтобы появились деньги для погашения денежных обязательств. Но, безусловно, что это ведет только к нарастанию этой долговой пирамиды. Это иллюзия. Это иллюзия. И в какой-то момент времени, как один астровованный человек сказал, банкиры, грубо говоря, покупают весь земной шар. И земной шар при этом еще должен процентов, которых уже здесь на Земле нет. Их надо уже из космоса. Ну, тут еще зависит от того, как осуществляется присвоение. То есть, это частное или общественное. Но это уже, как говорится, детали. Давайте перейдем к следующей. Вашей совершенно сверхновой, я бы сказал, книге. Она не такая сверхновая, потому что, сразу открою секрет, это сборник моих публикаций за последние полгода по теме Китая. Значит, здесь Украина рассматривается с точки зрения финансово-экономических аспектов, которые явились основой той смуты, которой развернулся Майдан и так далее. Это все были последствия неких экономических ошибок. Но давайте поговорим про экономические ошибки Украины. Вы очень мягко выражаетесь насчет ошибок. Ну, 145 миллиардов долларов долгов, превышающие многократно их ВВП, это не ошибка, это преступление. Вот именно, да. А то мы еще будем говорить, что и Горбачев совершил ошибки. Это было преступление. Нет, Украина вошла в независимость, в общем-то, в неплохом состоянии и экономике, и всех ресурсов. Но вот за эти 23 года она совершила просто невероятный рывок. Только не вверх, а вниз. Если сравнивать с соседней Белоруссией, которая находилась в несколько худшем положении, то разница бросается в глаза. Вот давайте поговорим все-таки о том, вот этот Майдан, Евромайдан, который развернулся, он какую цель-то преследовал? Интегрироваться в Европу? Но Европа же там экономисты, они должны понимать, что брать такого безнадежного должника, это опыт Греции и Кипра, как говорится, многим дал. Так вы поймете, что речь-то шла и идет не о членстве, а об ассоциации. Ассоциация – это немножко другая схема. Ассоциированный член, он только имеет сплошные обязательства, но никаких прав. Так что Европа в этом смысле очень грамотную формулу придумала. Ассоциация. Ассоциация. То есть они приглашают их в качестве блюда? Конечно, конечно, в качестве, будем так говорить, блюда, в качестве рынка сбыта, в качестве источника сырья. Но рынок сбыта должен обладать платежеспособным спросом. А мы знаем, что Украина – это, мягко говоря, бедная страна. Как она может обеспечить рынок сбыта европейским товаром, тем же немецким автомобилем, если, собственно, они… Ну, понимаете, капитализм так устроен, страну отжимают как лимон. Пока отжимается, слава богу, не отжимается, можно выбросить. Там не шибко рациональные люди-то на вершине. Поэтому какое-то время что-то можно поджимать из этого лимона, а потом его просто выкинут. И потом это будет исключительно уже как источник сырья. Вот под заголовок тут «деньги на крови». Как они делают деньги на крови? Вот этот вопрос интересен. Понятно, что война – это всегда кому-то наживо. Поставка военной техники, горюче-смазочных материалов. Ну, Коломойский этим отличился, когда взвинтил цены на топливо, там, на бронежилеты. Это всё понятно. Но я не думаю, что это те деньги, ради которых стоило всё устраивать. Всё-таки, наверное, какие-то делаются другие деньги. Ну, вы правы. На самом деле, это не мой подзаголовок. Эта редакция решила так украсить мою книжку. Я тоже до конца не понимаю смысл этой фразы. Другое дело, что война и деньги связаны. И, безусловно, что война бы не началась, если бы, скажем, денежная аристократия не чувствовала свою зависимость от Запада. Мы говорили и продолжаем говорить о денежной аристократии, об офшорной аристократии. И вот вы назвали сумму 145 миллиардов. А вот Яценюк где-то в конце февраля на одном из заседаний Рады назвал сумму, что только за время там Януковича 70 или 80 миллиардов долларов ушло в офшоры. 70-80 миллиардов. Он, естественно, аккуратно обошёл вопрос, сколько было до Януковича. Но есть экспертные оценки, которые показывают, что на Украину приходится несколько сот миллиардов долларов в офшорах. Соответственно, вот офшорная аристократия, она и является, будем так говорить, конкретным исполнителем тех сигналов, которые идут из Вашингтона. Вы помните, когда Виктория Нуланд приехала в январе в Киев, она Ахметова вызвала на ковёр и распекала его как мальчика. И объясняла, чтобы он быстро навёл порядок. Но вот олигархи как умели, так и наводили порядок. Ахметов по-своему, Коломойский по-своему. Вот такая вот ситуация. В этой ситуации получается, что возникновение Новороссии как самостоятельного игрока не входило в планы тех, кто решил всё это устроить, смуту. То есть они хотели устроить некий поджог. Нет, они прекрасно понимали, но они как всегда просчитались. Они как всегда недооценили потенциал русского человека. Как Гитлер недооценил, вернее, хозяева Гитлера недооценили потенциал Советского Союза. Как Наполеон недооценил потенциал русского народа. То же самое и здесь. Это Россия в миниатюре. Новороссия – это Россия в миниатюре. Там люди более русские, чем даже мы, кто сейчас находится в Москве. Так что это очень интересный такой прецедент. Они, как всегда, переоценили свои возможности. Что бы вы выделили вот в этой книге, как стержневую идею? Стержневую идею? Роль МВФ, может быть? Да нет, вы знаете, я в последнее время как-то стараюсь всегда выходить на политический уровень или уже даже на метафизический уровень. Но мне хотелось бы, чтобы как-то читатель почувствовал, что вот такое восприятие мира, в том числе денежного мира, которое нам прививалось на протяжении 20 лет, оно на самом деле опасно и даже смертельно опасно. Потому что ведь Украина находилась в неком таком санабулическом состоянии более 20 лет. Я бывал на Украине. Я видел, значит, как люди… Ну, мы говорим, что Украина достаточно такая бедная страна, но тем не менее люди как-то жили и даже были довольны своей жизнью. Ну, вот люди как-то перестали понимать причину следственной связи, понимать, чем это все кончается. Понимаете, вот исчезла какая-то такая мудрость, чутье, как угодно сказать. Это не экономическая категория, но без этого в мире финансов ничего не поймешь. Понятно. Вот мы это имеем. Мы имеем эти самые грабли. Валентин Юрьевич, вот… Эти грабли, они не только на Украине. Да, я как раз к этому хотел перейти. Вы сказали, эти грабли не только на Украине. Вы подразумеваете, что эти же грабли и у нас? Конечно, конечно. То есть, вы хотите сказать, что та экономическая политика, которая проводится сейчас, она в пределе приведет к тому, что произошло на Украине? Ну, мы на шаг отстаем. На шаг примерно отстаем. Шаг – это сколько времени? Ну, мне трудно сказать, я образно мыслю. Но в этом смысле я считаю, что вообще Россия – это иррациональное пространство. Не географическое даже, а духовное иррациональное пространство. Недаром же великий русский писатель и поэт Тючев сказал, умом Россию не понять. Мы всё пытаемся от прокрустного ложа этого протестантского рационализма вложить понимание России и Украины. Не получится, господа, не получится. Но тем не менее, вы говорите, что нас ждёт то же самое. То есть, нас ждёт некие экономические предпосылки для такой же смысл России. Русский человек слаб, а русский человек быстро клюёт на всякие вот эти приманки под названием деньги. Хотя реально он никаких денег не получает, но на приманки он на все клюёт. А точно так же он клюёт на приманки потребительства. Это старо как мир. Это даже не 20-й век, это ещё, если Древний Рим смотреть, там тоже всё это уже было. А так я хочу сказать, что Россия в этом смысле уникальная страна. Господь нам всегда помогает. Вот опять-таки, мы видим Украину, и он нам говорит, Господь, смотрите, это может с вами произойти. Вразумляйтесь, встряхивайтесь. Но вразумлять надо наших министров, ведь я так понимаю, а там всё остаётся по-прежнему. Вот вы очень верующий человек. Нет, я не верующий. Вы верующий, вы верите в министров, премьер-министров, президентов. Я в них не верю. Ну, в кого же надо веровать? Я верую в закон и в здравый смысл. Нет, ну это очень абстрактно. Нет, на самом деле, конечно, не хочется даже тратить время на то, чтобы перевоспитывать наших министров, или верить в то, что они изменятся. Нет, ничего этого не будет, абсолютно. Я, по-моему, даже говорил, что там особый мирок. И то есть они нас всё равно ведут к апокалипсису. Ну почему ведут? А вы тоже, между прочим, субъект, а не объект истории. Понимаете? Чувствуете себя субъектом истории? Ну, конечно, я не могу повлиять на такие решения глобальные. А они могут. Ну, понятно. Значит, вы всё-таки хотите быть объектом, или вы вынуждены признать себя объектом, да? Это мы затрагиваем очень серьёзный метафизический вопрос о роли личности в истории. Но я, по крайней мере, пытаюсь донести до широкого круга зрителей ту точку зрения, что не всё так просто и однозначно, как это говорится в телевизоре. А вот вы помогаете это реализовать. Но вот на ваш взгляд, значит, надо менять. А кто должен менять? Мы. Мы с вами. Как? Мы не выбираем министров. Мы выбираем только президента. А как вы думаете, сколько надо в России людей для того, чтобы у России изменился вектор её развития? Вы чаще всего, вы знаете, я даже не жду вашего ответа, что чаще всего люди, которые воспитаны в духе либерализма, они говорят 50% плюс 1. Понимаете? Это вот либеральная матрица мышления. А на самом-то деле мир по-другому устроен, история по-другому устроена. Большиняки показали, что не надо 50% плюс 1. Есть полюса, пассионарные полюса. И на каждом полюсе, ну, так, образно выражаясь, по 1%. Вот между ними и идёт. Вот это историческое противостояние. Остальные двигаются за полюсами. Опять-таки, метод аналогии. 2000 лет назад, 2000 лет назад, Римская империя катилась к своему краху. Там вещи были пострашнее, чем сегодня. Хотя, безусловно, что мы быстро дойдём до того состояния. И промыслительно мы об этом узнаём даже из Священного Писания. Для меня, когда я ещё человеком был, будем так говорить, агностиком, понятно, надеюсь, нашим зрителям, что такое агностиком, меня всегда очень удивляла одна вещь. Как это человечество отошло от края этой пропасти, я имею в виду, первые века христианства. Началось в устранении совершенно другой, христианской цивилизации. Ну, марксисты и материалисты называют это феодализмом. Но люди, так скажем, более глубокие, они говорят, это была христианская цивилизация, та же Византия. Та же Византия. Это же чудо. Это чудо. Объяснить рационально в системе протестантских координат мы это не сможем. А мы линейно мыслим. Мы протестанты. Поэтому со мной, наверное, вам сложновато разговаривать, потому что я пытаюсь отойти от этой схемы мышления. Ну, надеюсь, наши зрители, которые мыслят в трёхмерных понятиях, им вы что-то донесли. Тем же зрителям, которые мыслят, как и я, в классической материалистической системе координат, что-то, может быть, осталось непонятно. Что-то там видно, что-то видно, но, к сожалению, не очень хорошо. Да. Ну что ж, сегодняшний выпуск у нас получился такой немножко необычный. То есть мы говорили не о какой-то конкретной теме, а, собственно, воспользовались удачным моментом выхода двух книг. И буквально на днях состоится их презентация. Собственно, мы будем продолжать. И в этой программе вы увидите и других экономистов. Но Валентин Юрьевич останется нашим постоянным, бессменным гостем. И будет в дальнейшем нас просвещать вот в этих сложных понятиях. Итак, оставайтесь с нами. До новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok